В субботнее утро встретила участников фестиваля не самой лучшей погодой. Однако на боевом настрое команд это никак не отразилось. Укутавшись потеплее, кулинары разводили костры в мангалах и готовили рабочие места. И вот он долгожданный старт. Участникам предстояло за три часа превратить два килограмма отборной свинины в кулинарный шедевр. И здесь фантазия поваров не знала границ. Наше фирменное блюдо – это фарш, который заправляем внутри грибы, сыр, специальный сыр и немножко сала. Чуть-чуть граммочка. Поэтому мы потом обжарим и будет очень вкусно. Котлеты, рулеты, колбаски, люля-кебаб. Но все-таки королем блюд стал шашлык. И здесь десятки самых разных маринадов. У нас, наверное, самый простой рецепт – это просто натертый лук на терке. И чем больше лука, тем сочнее, вкуснее, нежнее получается мясо. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Самый простой рецепт – киви. Он быстро маринуется, создаёт сочное мясо, мясо, хорошее. И по времени укладываемся. Участники вымачивали мясо в Айране, минеральной воде с лимоном, пиве, вине, сметане с апельсинами и томатном соке с тимьяном. Одни старались удивить оригинальностью маринада, другие покоряли роскошным оформлением и соусами к мясу. Мы используем три соуса. Мы используем тимали-соус на основе слив, который является основным соусом. Также у нас очень интересный вишнёвый соус. Вишнёвый соус здесь без косточек, он уваривается и обладает очень вкусными качествами именно в сочетании с мясом. И кроме этого ореховый соус, который является также традиционной кавказской кухней. Победители фестиваля определила дегустационная комиссия, в составе которой представители общепита, администрации, промагра и средств массовой информации. Жюри оценивало органолептические показатели, способ приготовления, мастерство подачи и презентацию готового блюда. Из сорока выбрать три лучших было непросто. Сегодня было очень много интересных подач, оригинальных рецептов. Практически весь шашлык был очень вкусный. Победителем москольского бекона стала сказка для гурманов от команды из села Солдатское. У ребят первое место и приз 50 килограммов качественного и экологически чистого мяса. На реке котёл прихлынут волны, на сказочной поляне непростой готовился шашлык с винной. Большое огромное спасибо за такой прекрасный, прекрасный объединяющий праздник народа, праздник в души, в руки. И смотря на погоду, всё было хорошо, и в моём праздничном настроении каждый частичку унёс с собой домой. Второе место и 30 килограммов мяса разделили команды индустриально-технологического и агротехнологического техникумов. Третье место и 20 килограммов мяса получил Ервант Африкян. Он принял решение передать свой приз в детский дом. Приз зрительских симпатий и 30 килограммов мяса достались команде ОЗММ «Стальные парни». Также специальным призом была отмечена группа болельщиков 19-й школы. Вы знаете, как директора мясокомбината мне очень приятно, что именно наша продукция стала стимулом для творческих идей, стала тем сырьём, которое позволило вам творить. Я надеюсь, после этого конкурса наша продукция, мясопродукция «Промагра» будет достойно представлена на вашем столе. Также в рамках фестиваля «Оскольский беконкурс» прошли соревнования на лучшую организацию полевой кухни. В конкурсе приняли участие пять команд – профессионалов сферы общественного питания. Мясо, сало, лучок, петрушечка, укропчик. Чем дольше она настоится, тем она вкуснее. Разбухает всё, набирается, специи перемешиваются. Каждый продукт смешивается, получается очень вкусная каша. В общей сложности профессиональные кулинары приготовили тонну каши с мясом. Блюда попробовали все участники фестиваля. Каша отличная. Дома такую не сваришь. Праздник удивительный. И главное, всё бесплатно. Ешь не хочу. Пришли на праздник попробовать кашу. Были приятно удивлены, потому что каши много мяса. Каши. Вкусная каша. Очень вкусная. Историка патриотического объединения. Мы сегодня были на субботнике. Убирали речку. Очень замёрзли. И как раз не помешает горячая каша. Согреться. Очень вкусная. Молодцы. Хорошая затея. По восторженным отзывам участников и гостей фестиваля, понятно, что в следующем году Би-конкурс вновь объединит староскольцев. Мероприятие пришло на высшем уровне. Даже погода не помещала провести нам это мероприятие. Фестиваль был проведён первый раз в Старомосколе. Я думаю, не последний. Он был станет традиционным. А я весёл в дальние края. Согреться.